Всем привет, это обзор от Калины и Красны, и сегодня у нас в обзоре вот такой замечательный набор Лего Марвел Человек-паук. Вот, по тратинкам 76-173, это, наверное, сейчас самый топовый, самый крутой набор и самый удачный в нынешней линейке в полугодии именно по Марвелу, потому что здесь очень интересные три персонажа, это у нас Человек-паук, призрачный гонщик и Карнаж, вот, и сама постройка сама себе привлекательно, интересно и играбельно, что самое главное, это у нас автомобиль, похожий на Дождь Челленджер, но больше у меня никаких нет с ним ассоциаций, вот, купил я его, я его просто ухватил за тысячу рублей, вот, именно за тысячу рублей он очень сладкий, купил я его на экспресс, через русскую службу доставки, это mail, вот, на официальном там лего-магазинчике, вот, просто урвал его, вот, что касается по самому коробочки, у нас стандартная коробочка, такая вот интересненькая, очень интересный дизайн, мне очень нравится, что здесь такой Человек-паук сбоку, сзади у нас функции набора и вот показан, как у нас автомобиль и что он еще может делать, вот, что ж, давайте откроем его, посмотрим повнимательнее, что же там внутри, так, ну и внутри у нас, вытаскиваем все постепенно, у нас отдельно вот такие огненные детальки, fire, не знаю, как правильно называть, вот такие вот очень интересненькие, потом такой небольшой пакетик, кстати говоря, здесь уже видны первые персонажи, карнаж Человек-паука я увидел, дальше что у нас, оба, инструкция вот такая вот, блокнотиком стандартненькая, еще один пакетик с детальками, ну и еще один вот такой пакетик, и что очень странно, я не знаю, это, наверное, нынешний такой прикол, они пронумерованы, то есть просто вот так вот разберешься, рассыпаешь и собираешь, интересно, я такое в первый раз вижу, что ж, ну давайте все это соберем и посмотрим еще более внимательнее. Итак, набор собран и прежде чем начать его уже непосредственно смотреть более детально, хотелось бы сказать, что это у нас как бы перезапуск уже существующего набора под артиклом 76058, с одной же небольшой разницей, что у нас изменились некоторые вещи, во-первых, это главный злодей, там у нас был гоблин, вот, ну и сама конструкция, там у нас был такой крутой мотоцикл, на котором разъезжал призрачный гонщик, а здесь у нас уже такая интересненькая восьмипиновая машина, вот, такие произошли небольшие изменения, на мой взгляд, ну круто, круто, хоть и тот набор крутой, я бы хотел его тоже иметь в коллекции, теперь уж, ну и этот ничем не хуже не стал, и перезапуск вполне, на мой взгляд, удачно. Что ж, давайте смотреть фигурки, я сначала посмотрю на них, а потом уже на сам автомобиль. Ну начнем мы, конечно же, с главного героя всей этой серии Человека-паука, Человек-паука, вот, у него вот такой вот шутер в комплекте шел, который у нас вот так вот стреляет, опа, вот, и все, больше ничего, паутины не было, хотя я очень хотел, у меня просто не было ни разу именно Человека-паука, оригинального, да и в принципе коллекции, я как-то в детстве он мне нравился, но потом как-то разонравился, и все. Вот, вот такой Человек-паук, очень радует, что леговцы добавили принты на руках, это очень круто, сзади у нас такой принт с сеточкой на голове, и классический вот такой вот, по-моему, из мультфильма, что ли, знак Человека-паука. Очень жалко, что они добавили они, конечно, принты, сеточки на ногах. И, что бы я хотел сказать, я, наверное, много раз сегодня это буду говорить, я, блин, кайфанул от всего набора и от фигур, потому что вот они положили сюда вот именно три таких интересных, топовых и фигур, которые можно именно собрать в свою коллекцию. Никаких там ни почтальонов, ни офицеров, там, ни еще какого-нибудь грабителя, которые, ну, просто люди, а именно вот герои, которые вот приятно поиграть, посмотреть, поставить на них или еще что-либо. Вот, вот такой вот Человек-паук, очень крутой, и я рад, что он теперь в моей коллекции. Дальше, дальше у нас идет Призрачный гонщик. Это у нас уже вторая версия Призрачного гонщика. И вот тут, на мой взгляд, предыдущая версия из набора, который у нас был, где у него была голова именно скелетом, она, мне кажется, более выигрышная, что ли, как-то круче выглядит, потому что он же вроде скелет. Я точно не помню, не могу сказать. Вот, и непонятно вот эта штука, типа Унина, шар, он не стреляет, ничего, он просто вот надевается, снимается, и все, ничего больше он не несет. Вот такой Призрачный гонщик, вот эта деталька у нас, парик огненный, он не снимается, он такой же есть у Аида, еще у кого-то вроде. Вот, жалко, что он не снимается, но в то же время хорошо, что не снимается, его легко потерять. Вот, принты только спереди, только на торсике, на руках нет, на ногах нет, ну и сзади. Все, двойного лица, естественно, нет, потому что это монолитная деталька. Вот такой вот у нас Призрачный гонщик. Дальше, дальше Карнаж, блин, я вот еще расскажу, я кайфанул от этих фигур, потому что они такие, блин, крутые, яркие, играбельные, просто все так вот сгинается, все так делается. Набор реально топовый, я в конце подведу итог и скажу свое мнение. Вот, Карнаж, он, по-моему, у нас уже именно в таком принтованности, скажем так, встречался уже. Сзади принт на голове и там принт на торсике. Я не помню, какой он снимать я не буду, потому что это слишком долго. Но, в принципе, очень такой хороший, карнажик. Карнаж, очень удачная и крутая вот такая конструкция с шипринцами. Предыдущая, она просто вот так типа вьется и, по-моему, не сгинается. А тут именно сгинается, то есть повышается у фигурки играбельность, что не может не радовать. Вот, ну и одна из главных тоже фигурок, блин, да они тут все главные и вот реально набор очень удачный. Это вот эта восьмипиновая машина, восьмипиновая. Я просто вот, когда я собирал, я прям наслаждался ей, то, что она такая черная, она такая крутая и очень похожа, на мой взгляд, на дочь Челленджера. Если я не прав, то пишите в комментариях или вам, может, другую машину напоминают. Ну, блин, она вот такая вот крутая, просто опять же вот, забегая вперед, мне идет уже дочь Челленджер Вина Дизеля, почти похожий, я их обязательно сравню. Вот, но это потом будет, сейчас вот этот набор. Вот, такая интересная фигурка автомобиля, на мой взгляд, можно было кое-что доработать в внешнем виде, например, сюда добавить такие небольшие пины гладенькие, чтобы было все так хорошо. Но в то же время и это неплохо. У нас имеются вот такие вот огненные детальки, их можно снимать и ставить, вот, можно просто оставить его вот таким классическим, черным, без всего, что вот, не менее круто, на мой взгляд. Вот, сзади у нас тоже такие прекрасные стоп-фонари, интересненькие. Очень интересная вот эта деталь впереди, которая у нас как бы, двигатель, который выносит из подкапотного пространства, вместо здесь заменим такие шутеры, фены. Интересно, конечно, но можно их снять и переделать, просто поставить деталь с шестернью, и он будет вас двигать, если вы так хотите. В принципе, это смотрится неплохо, достойно. Лего решила просто добавить больше играбельности этой машинке. Вот, ну и самый главный мой косяк, ой-мой, леговский, на мой взгляд, это вот кабина, место для призывочного гонщика, куда она садится. Она, во-первых, вот такая вот, маленькая, узенькая, узенькая. И вот, когда мы его туда сажаем, вот так мы сейчас его посадим, мы можем видеть вот такую вещь. Ну, видите, да? Сейчас мы еще все дело закроем вот так вот, стеклом. Куда ему, блин, там смотреть? Он же ничего не видит. Ну, это, конечно, бредирка, но, с другой стороны, это 8-пиновая машина, и что вы хотите от такой детальности. Кстати говоря, если эта деталька у нас полностью снимается, и здесь вот так вот все выглядит. Можно реально чем-нибудь заменить, а можно просто вот так пластины еще одной закрыть. И, блин, будет тоже круто. Вот, я поэкспериментирую на этом поводу. Кстати, говоря, когда я собирал все это, мне очень понравилась эта 8-пиновая машина, и, в принципе, такие леговские 8-пиновые машины, я теперь посмотрю на серию LEGO Champions. Вот, и на китайские его аналоги. Мне понравилось, что здесь такие вот, я просто ни разу не собирал, вот такая вот прикольная, уникальненькая деталька, которая связывает у нас колеса, и колеса, если не заметили, одно больше, другое меньше. Вот, что хотелось бы сказать в конце по поводу этого всего набора. Ребята, однозначно стоит его покупать прям 100%. Прям вот инфа сотка. Конечно же, лучше и вкуснее его поймать по какому-нибудь скидочке в детском мире, там, на Алиэкспресс, на Азоне, на Вайлбресс, на любой другой, ну, такой платформе, где можно купить 100% его прям стоит, потому что он очень крутой, он очень играбельный. Конечно же, было бы круто, если в LEGO добавляли такие наборы, вот, на заднюю ось колес, инновационный двигатель, и если бы ты ее откатил бы, она катнулась дальше. Вот, это было бы еще лучше, это было бы только плюсы. Но, я думаю, может быть, когда-нибудь мы с вами до этого доживем. 10 из 10 однозначно этому LEGO набору его стоит брать, и только вот играться, и восхищаться, и смотреть на него. У меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчик, и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем фотообзор на LEGO и его аналоги. Всем пока!